Добровольцам Казанского универсиада показали, где им собственно придется работать. Спортивные объекты и студенческую деревню. На все про все было несколько часов, но впечатление гости получили. Какие узнали наши корреспонденты. День в Казани. У волонтеров начался знакомство со спортивными достижениями региона. Рассказали о подготовке к универсиаде 2013. Для ее проведения потребует около 25 тысяч добровольцев. Желание поработать уже изъявили более 14 тысяч человек. Среди пассажиров прибывшего поезда молодежи есть и казанцы. Руфина Ахмедова уже путешествовала по городам России с флагом универсиады. Во-первых, это общение. Общение с коллегами нашими волонтерами. Это очень весело. Получаешь очень большую массу информации, полезной для себя. Волонтеры из Сочи подарили казанцам книгу об истории Олимпийских игр. И привезли символичное сердце предстоящей Олимпиады. А сердце универсиады бьется именно здесь, в студенческом городке. Во время игр в деревне будут жить спортсмены. Отсюда началась экскурсия для поезда молодежи. Это около 40 лучших волонтеров России. В Казани им показали спортивные объекты. Это академия тенниса и бассейн Буревестник. В деревне универсиада волонтеры прогулялись по комнатам, где сейчас живут студенты. Вопросов экскурсоводу было множество. Гостей интересовали не только условия, но и финансовая составляющая. Сколько стоит проживание? Проживание в деревне в месяц 60 рублей, чуть-чуть. Мы очень рады быть в Казани, потому что здесь волонтерское движение, конечно, поставлено широкую ногу. На высшем уровне нас встретили и в Саранске, и в Казани, и в Уляновске. Следующий пункт – Самара. За 10 дней студенты преодолеют маршрут в 5000 километров. Екатерина Худинова, Леа Савелев, Вести Татарстан.